Вот то, о чем мы говорим, технологии ускоренного и быстрого строительства. И мы, казалось бы, приехали куда? Мы приехали на поселок Крылово. Вот за моей спиной стоит супер-мега-дом. Этот супер-мега-дом стоит, я так понимаю, почти под миллион долларов. Понимаете, да? Когда все сделано, а может быть он и дороже стоит. Но если здесь же рядышком мы вам построим дом подешевле, ну, к примеру, один этаж, 120 квадратов, по цене миллион триста рублей. Это нормальный дом. Я вам в оконцовочке сюжета все это дело покажу. Почему мы показываем вам технологию строительства от фирмы Торус? Ну, во-первых, Торус это я. Я езжу на автомобиле Торус. Я хотел бы показывать вам фирму Торус. То есть это называется три быка. И ни в одном. Потому что эта фирма, она работает для вас. То есть она решила продемонстрировать вам то, как из-за копейки можно сделать нормальное жилье. Причем я честно вам скажу, посмотрел я в интернете, посмотрел сколько стоят дома. Хотелось бы, чтобы дома строили недорого. Но надо понимать, что мы все-таки в России живем. У нас и ветер, и холод, и все остальное. Поэтому чуть-чуть-чуть, но подороже. А средний дом, ну, в Америке, допустим, стоит 2000 долларов. Так здесь, оказывается, за сумму в 7 тысяч долларов можно два этажа построить. То есть 210 тысяч рублей и два этажа. Ну, чем не житье-то нормальному человеку? Да вот так все просто. Я сюда заезжал с промежутками в два дня. Быстро все разрушалось и быстро возводилось. Итак, был двухэтажный дом. Точнее, жили-то на первом. А вот второй тек, и там было холодно. Каким-то образом человек моделировал состояние, но ничего не получалось. И тут решено было все убрать. И обратиться в фирму Таурус. Да достало это все. И не было денег на разруху дома. Кстати, разруха дома это то, что любят строители. А мы не будем разрушать, потому что есть нормальный материал. Материал современный, и мы вам его покажем в действии. Но вот то, что надо было. Второй этаж, и большая площадь, и мизерные расценки. Мы говорим о том, что вы строите дешевые дома. За моей спиной буквально 10 дней назад было совершенно другое. И стены были холодные, и вообще. Теперь все абсолютно по-другому. Через 10 дней вы это сделали. Правильно заметили. То есть на данном объекте у нас, получается, был возведен надстрой второго этажа. То есть старый этаж был холодный, кирпичный, был с холодной крышей. Были неоднократные протечки в кровельных пространствах. Мы, получается, демонтировали этот второй этаж старый. И возвели в кратчайшие сроки, получается, за 10 дней, вот такую конструкцию. С завтрашнего дня ориентировочно будут запланированы у нас кровельные работы. И, соответственно, будет устанавливаться стеклопакет. То есть ориентировочно в 10-дневный срок мы планируем закончить весь этот объект. Я понимаю цену вопроса. Цена вопроса, сколько она? Цена вопроса здесь, она на самом деле очень актуальна на сегодняшний день. И невероятно доступная. То есть здесь, на этом объекте, получается, дом был 10 на 12, но при толщине стен 40, а то и местами 60 сантиметров, внутри площадь была небольшая, около 105 квадратов. Так как мы сейчас возвели на те же 10-12 размером надстрой, у нас внутри площадь получилось почти 120 квадратов. То есть, если точнее, то 117. Я, конечно, понимаю, мы находимся в самом центре нашего города, поселок под названием Крылова. Здесь дома стоят вообще космических денег, да? Ну, вот рядом со мной тут 8 миллионов, если не больше он стоит. Ну вот, мы о чем говорим? Я тут недавно посмотрел телевидение, да, в смысле не свое телевидение, просто такое было, что показали мне, как строятся дома в Нью-Йорке. А в Нью-Йорке дома собираются и вообще не так оно, понимаете? Все совершенно по-другому. А там они совершенно космических денег стоят. Ну, под миллион, под два, под три. То есть, как-то так получается, что вы серьезно опускаете цены? Ну, здесь, получается, в чем наше преимущество именно у нас, в Российской Федерации. То есть, здесь у нас каркасная панель на домостроение. То есть, мы используем не простой каркас деревянный, а уже используем непосредственно сэндвич-панели, что вот представлено на этом объекте. Вот. А цена у нас складывается из только, из нескольких компонентов. То есть, это с разных стран и производителей мы берем эти все материалы. Мы у нас здесь в городе воедино все это соединяем и, соответственно, уже, то есть, опираемся на работы, так сказать, не гигантской стоимости. Получается такая небольшая стоимость самого объекта. На садоводческом участке мы посмотрели дом. И мне очень-очень понравилось. Я так понял, что если бы я у вас заказал дом, ну, я так думаю, что можно было внутренне не оделывать. Так, немножечко подровнял все и красиво дом дышит деревом. Так оно? На самом деле так. То есть, в садоводческих, допустим, постройках все намного проще. То есть, внутренняя отделка подразумевает собой на пол достаточно постелить линолеум, либо какой-то ламинат. Стены покрыть либо лаком, либо морилкой, то есть, придать оттенок дерева. Ну, и, соответственно, потолок таким же образом, то есть, можно приукрасить. И получается, что минимизировать все затраты на внутренние отделочные работы можно легко и быстро. Конечно, у фирмы Торус есть свои проблемы. Конечно, вы видите результат. Итак, готовый дом 2 миллиона 300 тысяч. Готовый к нормальному проживанию. Ничего больше делать не надо. Мебель и все остальное. Точно такой же дом. Миллион двести. И вот этот дом вы сами доводите. И простой, от двухсот тысяч. Для нормального перца вполне достаточно. Потом взял в жены, пристроил кухню. Появился ребенок, пристроил дом. И так с каждым. И оказывается, что за мизерную цену можно сделать дом для всех. И музыку там слухать, да и вообще. Тем более, зная магнитогорский результат. Наша объездная это не МКАД. И вот вам, пожалуйста, дом 120 квадратов. Разобрали и собрали. Я, конечно, бы вам показал в итоге. Но поймите, там не так уж и много. Стеклопакеты поставить, крышу. И вот она цена получается. Это все вместе. Не просто коробочка. Хотя у нас тарикуют коробками. А целиком собранный дом. Цена вопроса. Миллион двести. 120 квадратов. Вот было бы здорово, да? Если бы я себе мог бы такое позволить. Так я себе и могу такое позволить. Надо просто что-то продать. Купить себе нормальный участок. Построить себе дом. А остаточные средства вложить вот сюда. И тогда я буду вам долго и упорно показывать о том, что так оно необходимо, дешевое строительство.